У карьеры навукового супрацовника Института леса Марии Кодун-Ивановой это первая узнагарода такого кшталту. У сектора леса одновления она працует в 2010 году. Кажет, что завсюду марила об навуковой деятельности. Все лета, например, планует оборонить кандидатскую диссертацию. Ее тема гучить складана, но суть настью тем, что Мария, дякуючи применению биотехнологичных методов, выросшивая клонированные осины. Древы мают уникальные уластивости. Например, они устойливые до адмонных природных уздеяннях и несхильные до гниения. За это доследование Мария Кодун-Иванова и удостоилась у знакароды облывы конкама. Осина – это быстрорастущая форма. Она очень ценная порода. Однако ее не очень любят выращивать, потому что она очень сильно поражается сердцевиной гнилью. Поэтому в наши задачи входит отбирать сорта формы, которые устойчивы к сердцевинной гнили, и в дальнейшем их размножать. Дяучина удельничает у основных этапах выросшивания клонированных осин. Спочатку смешая на сене у специальный раствор, потом, что день, назирая за ростом, контролюя, как бы рослинам хапало свету и корыстных речевов. С одного паростку методом чернкования можно отримать необмежованную колькость осин с высокоякосной драуниной. У весну со шклянок рослины отправляются на вопытные плантации. У нас есть несколько плантаций опытно-промышленных в Гомельском районе и в Речицком районе. Эти растения уже 5 или 6 лет плантациям. Они показывают большую устойчивость и быстрый рост. На сегодняшний день около 2000 растений. А кроме того, разом со своим новуковым керунником Мария Кудун-Иванова подрихтовала уникальный для Беларуси проект по выращиванию фундука. На этом течение его отправят в Минск. В этих условиях республики мы вполне можем выращивать фундук и получать свой товарный орех. И вот развитие высокопродуктивных и ценных сортов и форм фундука это наиболее одна из активных и перспективных задач будущего времени. На то, что финансование реализации проекта будет одобрено, великое сподевание. У таким выпадку, в будущем, Харшовая Галина Беларуси будет целком обеспечена айчинным фундуком. Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Тельродо, компания Гомель.